МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Высота 102 на первом Волгоградском канале. События дня. За экологическое просвещение жителей региона возьмутся основательно. С чего начать, обсудили на округлом столе Волгоградской областной думе. Стрельба из свадебного кортежа на площади павших борцов в центре Волгограда наделала много шума. Оружие оказалось у брата-жениха. Десятки водителей и участников сферы перевозок на маршрутных такси провели цивилизованную акцию в защиту своих бизнес-интересов. Сегодня в Волгограде прошел протестный автопробег маршрута. Акция была согласована с городскими властями. Все прошло законно и спокойно. Причем в акции участвовали исключительно презентабельные машины. Ни одной ржавой маршрутки из разряда боевых замечено не было. Таким образом, те, кто зарабатывает на перевозках пассажиров, выразили несогласие с решением городских властей об отмене 87 маршрутов. Негде работать. Семью надо чем-то кормить. Тем более, одна машина кормит минимум трех человек. Хозяина и два водителя. Напомним, в разработанном городскими властями плане по улучшению транспортной схемы упор на основных маршрутах делается на новые автобусы большой вместимости. Так называемые маршрутки в городе будут работать на вспомогательных дорогах и для связи с отдаленными районами. Как считают в мэрии, основная цель – создание комфортной и безопасной системы общественного транспорта. В свою очередь, антимонопольная служба посчитала распоряжение администрации об отмене ряда маршрутов, нарушающим закон о конкуренции, и выдала предупреждение. Срок его исполнения истекает 31 марта. В рекоделении фонда соцстрахования подсчитали, что в прошлом году жители Волгоградской области наболели на 2,5 миллиарда рублей. Именно в такую сумму обошлась выплата пособий по листкам нетрудоспособности. Это означает, что в среднем каждый второй работающий житель региона обращался к врачам и получал больничный. При этом выявлено 32 случая предоставления гражданами фальшивых листков нетрудоспособности. По некоторым фактам возбуждены уголовные дела. Немало шуму наделала в Волгограде история со стрельбой из свадебного кортежа на площади павших борцов. Выстрелы в воздух произвели из большой и красивой автомашины на радостях по поводу торжества молодоженов. На факт хулиганства сразу отреагировали органы правопорядка. В результате введенного плана перехват сотрудники ГАИ совместно с сотрудниками регионального управления Росгвардии буквально через несколько минут задержали данную автомашину. В салоне дорогой иномарки находилось двое мужчин. 30-летний житель города Ростов-на-Дону и 26-летний житель города Волгограда. Из машины изъяты травматические пистолеты, гильзы, нетрезвые водители и стрелок, который оказался братом жениха, задержаны. Они так и не смогли пояснить, откуда взялось оружие и почему открыли стрельбу в центре города. Как сделать так, чтобы жители Волгоградской области с юного возраста бережно относились к природе родного края, обсуждалось на круглом столе на тему вопросов экологического просвещения. Разговор прошел в региональном парламенте под председательством руководителя экологического совета при Волгоградской областной думе Ирины Соловьевой. Сегодня всем очевидно, что нужно менять подход к экологическому просвещению. И он должен быть комплексным. И, как я уже сказала ранее, это, знаете, наверное, инвестиция каждого из нас, каждого человека в будущее поколение. Оно, возможно, нам не так быстро вернется. Но будущим поколениям оно, я думаю, вернется обязательно. Общественники, работники образования и депутаты поделились мнениями, идеями и конкретным опытом. Ребенок сажает пророщенный желудь. Да, он за ним ухаживает. Этот желудь вот в такие дубочки вырастает. Уже у пяти тысяч школьников нашего города выросли вот такие вот дубочки. Это мы принесли в дар Волгоградской думе, чтобы тоже высадили где-то. По итогам круглого стола было заявлено, что наиболее интересные предложения будут учтены при разработке концепции экологического просвещения населения. Причем кое-что уже сейчас реально воплотить в жизнь. Например, возродить на территории Волгоградской области движение юных натуралистов. На этом все. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин